В России вслед за демонстрантами и оппозицией, похоже, взялись за правозащитников. Президент Путин изменил состав Совета по правам человека. Недели ранее Минюст потребовал ликвидировать движение за права человека Льва Пономарева. Чем не угодили правозащитники властям? Это наша главная тема сегодня. По указу президента Владимира Путина у Совета по правам человека новый глава. Им назначен бывший телеведущий Первого канала Валерий Фадеев. Это программа «Структура момента» в Республике Коми. Я ее ведущий Валерий Фадеев. Обычно я веду программу «Структура момента» в Москве на Первом канале. С коллегами телеканала «Юрган» мы решили сделать серию программ здесь, в Республике. Серию программ под общим названием «Качество жизни». «Качество жизни людей». Блюдая за тем, что происходит в американской политике, уже не понимаешь. Это политическая борьба, пропаганда, какой-то юмористический стёб или уже психиатрия. Боюсь, что демократия и право частной собственности – это для своих. И то не для всех. А чужих, если захотят, до трусов разденут. Брезгливый Запад ошибается. Он уже не может диктовать условия всему миру. Трамп выделывает удивительные финты. Финты красивые, но к чему они? Ангела Меркель будто вспомнила, как она была секретарем по агитации и пропаганде в райкоме немецкого комсомола. Строгая дама. А Трамп в образе дворового хулигана. Власти Украины с поразительным упорством продолжают сталкивать свою страну в небытие. Саакашвили ведь всегда был американской марионеткой. Порошенко слишком связан. Он ведь тоже сильно зависит от американцев. Все время глаза косит в сторону посольства США в Киеве. Все все понимают. Радикалы-нацисты наступают, а Порошенко отступает. Я говорю так не потому, что я не люблю Запад или тем более демократию. Экономический кризис в России окончательно преодолен. В этом нет уже никаких сомнений. Владимир Путин победил на президентских выборах так, как никогда и никто раньше. Многие привыкли думать, что еда вкусная в Италии, во Франции. Но у нас-то огромная страна. Пельмени, растягай, ватрушки, осетинские пироги, кулебяки. Когда говорят о Сталине, то почему-то всегда имеют в виду репрессии, избыточную жесткость. На самом деле Сталин это в первую очередь стратег. Я хочу сказать, что у нас уже есть Сталин. Его фамилия Путин. Экс-главу СПЧ Михаила Федотова, возглавлявшего Совет с 2010-го, от должности освободили. Цитирую, в связи с достижением им возраста 70 лет. Кроме того, серьезно изменен и состав всего Совета, что происходит в России на правозащитном поле, выяснял наш столичный корреспондент Сергей Дик. Михаил Федотов показывает свои теперь уже бывшие владения. В этом кабинете он еще несколько дней, после чего кабинет сменит владельца. Новым председателем Совета по правам человека назначили бывшего ведущего Первого канала Валерия Фадеева. А Федотов уже решил, куда привезет личные вещи. У вас очень много телефонов. А когда-нибудь президент звонил? У меня здесь нет телефона прямой связи с президентом. Но когда ему надо, он найдет по любому телефону. На этих фотографиях почти вся российская политика. По работе Федотов встречался с Володиным, Медведевым и, конечно, Путиным. Свои 9 лет работы на посту председателя Совета он оценивает в целом положительно. Хотя о некоторых вещах сожалеет. Например, о том, что закону об НКО и иностранных агентах СПЧ противопоставить мало что смог. Если говорить об уровне обеспеченности прав человека, уровень всегда недостаточно высок. Мне, как максималисту, хочется всегда гораздо большего. И я считаю, что да, положение с правами человека в России сложное. Но оно, к сожалению, всюду сложное. Вместе с Федотовым из Совета по правам человека вывели еще несколько членов. Политолога Екатерина Шульман, председателя Агоры Павла Чикова и профессора кафедры конституционного права Илью Шаблинского. Шаблинский считает, это все не случайно. Наверное, Чиков, я, вот как выясняется, Екатерина Шульман, мы, наверное, были наиболее разотражающими фигурами. Такую ротацию кадров российские правозащитники в большинстве своем не оценили. Совпадение, но все, кого исключили из состава СПЧ, поднимали важные темы и задавали неудобные вопросы. На повестку этого заседания Совет под руководством Федотова собирался выносить вопрос о политических протестах, произвольных арестах и неправомерном подавлении этих протестов. Этот доклад готовила госпожа Шульман, которую, собственно, из состава Совета президентским указом вывели. Должен был быть доклад госпожи Морщаковой, которая ушла сама после того, как Федотова сменили на Фадеева, о судебной системе и о том, как судебная система в современной России не способна защитить, не защищает граждан. И по ситуации с выборами должен был делать доклад господин Шаблинский, глава комиссии Совета по выборам, которого тоже из Совета исключили. Часть членов СПЧ написали письмо против отставки Федотова. Под ним подписались три десятка человек. Сам теперь уже бывший председатель Михаил Федотов высказывается деликатно. Совет и дальше будет поднимать важные и острые вопросы перед президентом. По крайней мере, Федотов на это надеется.